А сегодня что пили? Секунды нет, что я в день у жены за рождение, в тяпт, в начале. Сегодня я хотел, и на тяптку машины просто забрали. В 2018 году 317-й срок истёк. Что, там вообще парлят? Да, там ребёнок. Из года в год не прекращаются известия о произошедших дорожных авариях с участием нетрезвых водителей. Статистика действительно пугает. С начала текущего года на территории Брестской области сотрудниками госавтоинспекции в нетрезвом состоянии было задержано около 2000 водителей. В Бресте 461 водитель. Зарегистрировано 28 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 10 человек погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести. Напомню, что с 1 марта 2021 года ужесточены меры административного воздействия за управление в состоянии опьянения. Если за рулём транспортного средства задерживается водитель, у которого в выдыхаемом воздухе обнаруживается от 0,3 до 0,8 паров алкоголя, то здесь предусмотрена штрафная санкция в размере 100 базовых величин и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года. Если же задерживается водитель, у которого в выдыхаемом воздухе от 0,8 промиль и выше, то здесь штрафная санкция суровее от 200 базовых величин и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 5 лет. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции, помимо контроля автолюбителей на дорогах, регулярно проводят ещё и профилактические мероприятия. В этот раз эта акция «Не садись пьяным за руль», во время которой инспекторы проверяли физическое состояние водителей, наличие права управления и соответствующих документов, нарушителей выявлено не было. Неотъемлемая часть акции – проведение профилактической беседы о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Вы видели нетрезвого водителя на дороге. А какими будут ваши действия в случае, если вы заметите, что водитель как-то себя неуверенно ведёт на дороге? Позвонить инспектору ДПС в сообщение. Позвонить 102? Да. Ну а сами никогда не сталкивались с соблазнами? Никогда не было такого. А почему у вас такие принципы? Да. Выпил, иди пешком. А если не пешком, какими петлями ещё? Такси. Элементарно, в наше время это теперь просто. И дешевле. Всё, что связано с алкоголем и автомобилем, страшно. Страшно, когда люди, принявшие решение сесть за руль, в неадекватном состоянии берут с собой пассажиров. Ведь в случае ДТП у этого решения может быть самая высокая цена. Цена человеческой жизни. Не дай бог, авария и так далее. Были случаи в такси, даже пассажиры хотели садиться в свою машину и ехать. То есть убеждали, вызывали даже своих по рации. То есть были как-то пару лет назад и погони за такими пьяными водителями. Помогали инспекторам ГАИ. Ну а так вообще за пьяную езду, моё мнение, надо решать на пожизненное. Ещё один нюанс. Если вы знаете или предполагаете, что за рулём находится нетрезвый водитель, набирайте 102. И, возможно, именно ваш звонок, именно вы спасёте чью-то жизнь. И, быть может, в другой раз другой такой же небезразличный человек спасёт жизнь и вашего близкого. Не оставайтесь равнодушными и безучастными. Субтитры создавал DimaTorzok